Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Не в студии Радио Болтком, но на связи. Ведущая программа «Без антракта» Евгения Шерменева. В студии нас поддерживает Евгений Копеин. И на связи с нами из Вильнюса актер, телевизионный ведущий, я так понимаю, еще много где задействованный активист, ну как я прочитала из интернета, человек, актер, который занимает вполне серьезную такую общественную позицию, Денис Коломыцкий. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Да, если можно, чуть поближе к микрофону, чтобы было у вас получше. Вот так, отлично. Мы не просто так встречаемся сегодня с Денисом. Мы с ним поговорим о большом проекте его коллеги, режиссера, театрального режиссера, который позиционирует себя как литовский режиссер сейчас в настоящее время, Яна Росс, у которой большая длинная судьба. Я надеюсь, она когда-нибудь к нам присоединится в программе «Радиополтком». Но сегодня мы поговорим об одном ее проекте, который, на мой взгляд, сейчас очень важен для Латвии, которая переживает серьезные проблемы в медицине, связанные с очередной волной вируса COVID. Яна обратилась к этой проблеме, когда медицина встает перед проблемой выбора, выбора медицины в кризисных ситуациях. То, что называется триаж медицинским термином. И на самом деле я об этом услышала, собственно, от Яны в прошлом году весной, когда мы с ней разговаривали. Это был большой проект, который Яна сделала в театре, в котором она сейчас работает. Это «Шаушпильхалюс» в Цюрихе, в Швейцарии. Она главный режиссер, идеолог репертуара нынешнего, ведет еще очень много воспитательной, образовательной работы. И год назад, весной 2020 года, в течение 2020 года, она провела целую такую сессию встреч с представителями медицины, образования, общества, театра из разных стран мира. Это опубликовано на странице театра. Можно посмотреть в YouTube записи всех этих дискуссий и бесед. И мы говорим сегодня с Денисом, который принимал участие в этом проекте, как представитель Литвы. Да, Денис, я так понимаю, что вы участвовали в дискуссии литовской. Литовская была и Великобритания вместе, да? Она объединена сейчас. Вопрос, который обсуждала Яна Росс со своими коллегами, это вопрос, как вирус, который накрыл в прошлом году весной, тогда в принципе застал врасплох всю европейскую цивилизацию, цивилизация, которая живет по европейским принципам. Хотя мы сейчас отметим, что там были и другие взгляды, с другой стороны, очень серьезные. Как это повлияло вообще на общественное сознание, я бы так сказала. Как общество оказалось лицом к лицу с проблемой выбора, необходимости применять дискриминационные принципы в обществе. И я посмотрела часть записи, которую провела Яна, которую она организовала и провела в дискуссиях со своими коллегами. И мне показалось это очень интересным сегодня обратиться к этому проекту и поговорить о том, вообще театру есть ли дело до того, что происходит в обществе сегодняшний день. И в первую очередь давайте Денис с вами поговорим о том, вот как для вас, что было важным и что вы для себя, может быть, даже открыли в той дискуссии, в которой участвовали вы, которую организовала Яна. Я просто перечислю, какие страны Яна пригласила в этот большой разговор, в этот большой проект. Это была большая дискуссия с немецкими представителями и образовательных центров, профессурой, занимающейся социальными, общественными вопросами, медицинскими вопросами. И вопросами культурологи были, да, в этом во всем участвовали. Была Япония, которая свою точку зрения высказывала, Франция, Швеция. И в каждой стране ведь были свои правила борьбы с вирусом, потому что мы не можем сравнить, например, то, что происходило во Франции и в Швеции, потому что это был принципиально разный подход. И Яна именно поэтому и попробовала столкнуть разные взгляды и общественного управления к этой проблеме. Швейцария, в которой она сейчас живет и работает, Литва и Великобритания, Исландия, Америка и Италия. Италия, которая, в общем, пострадала прошлой весной больше всего и первая столкнулась с этими вопросами. Итак, триаж – это медицинский термин, который определяет в медицине катастроф необходимость сортировки пациентов. То есть кому оказывает помощь, а кого врач, который, в общем, дал клятву Гиппократа спасать человека, вынужден отставить и признать, что он не может ему помочь. Каким образом происходит этот отбор? Как для человека сложно принять такое решение? Какими принципами он руководствуется? И что проявляется в таком отборе, в триаже? Как общество проецирует свои какие-то внутренние проблемы, внутренние какие-то установки на решение каждого отдельного медицинского работника? Денис, я-то сделала длинный вход. Простите меня за такое длинное вступление, но мне кажется, было необходимо рассказать действительно, о чем это было. Я бы очень хотела послушать вас. Почему вы приняли участие в этой дискуссии? Яна Рос, как друг и режиссер, пригласила поучаствовать в этом проекте, потому что она хотела людей, которые занимаются не только искусством, но те, которые работают тоже с каким-то, как вы перед этим объяснили, активизмом или чем-то, что связанное с другими людьми. Яна попросила найти других людей, с кем было бы интересно поговорить о этой теме, о очень специфичной теме. И когда согласился, пригласил профессора политики и тоже одного другого политика, который в то время работал в парламенте и знал больше информации о том, что происходит в Литве. Нужно, наверное, позначить, что в то время, когда мы делали эти дискуссии, тогда еще было очень неясно, что происходит. Всем был только сказан факт, что есть вирус и что нужно пытаться закрыть себя в домах, не работать, а просто отсидеть свое время, пока мы выясним, что будет происходить. Вот в это специфическое время Яна придумала идею, что нет, подождите, мы не можем просто сидеть дома и ничего не делать, нам нужно знать. А коммуникация, она не происходила очень хорошо, наверное, и до сих пор не происходит. Некоторые решения, которые не сделаны, они не информируют людей, простых тех людей, которые должны жить с этими решениями. Яна инициировала такой круглый стол по Зуму. Каждая страна, встречаемся с людьми и давайте поговорим. Давайте поговорим о том, что происходит и что мы будем с этим делать. И эта формула, которую она предложила, что это разговаривают люди из политики, профессура, академики и тоже артисты, это как-то открыло в то очень левитующее время, когда ты левитируешь, не знаю, что такое, открыло возможность как-то идти по пункту и смотреть, что мы можем вместе сделать, чтобы было бы яснее для всех. Почему, как вам кажется, почему для вас, как для артиста, ну я не могу вас просить говорить за Яну, но может быть вы обсуждали это во время дискуссий, почему театр вовлечен в эту дискуссию? Ну, как бы людям, которые занимаются театром или которые ходят в театр зрителям, кажется, что театр – это такой убег, ухождение, эскейп такой, да, из реальности в некотором смысле. Театр проецирует на своих площадках некую новую систему координат, новую систему эстетических и чувственных переживаний для человека. Почему люди театра были вовлечены в такую, в общем, очень сильно на тот период актуальную дискуссию? Как вам кажется? С моей перспективы, так, театр, что он делает? Он представливает разные реальности. Это как зеркало, в которое ты смотришь. Нам, в капиталической жизни, нам все говорят, что ты должен сам через все пройти, когда ты поймешь, что вот так или по-другому происходят процессы. Но театр, он нам помогает. Он нам представляет реальности, через которые нам не нужно проходить. Нам не нужно проходить через трагедию Шекспира и там убийство семьи или что-то другое, чтобы понять, о чем есть речь. Также и в этой ситуации, когда мы говорим о ковиде, эти темы ковида, вируса, как люди между собою общаются или какие процессы происходят в сообществе, нам не нужно всегда через них проходить. Мы можем пойти в театр и влезть, пережить эту другую реальность, которая нам уже дает какие-то инструкции или идеи, как мы, как индивиды, можем функционировать в сообществе. Так, театр, это, мне кажется, что даже в большинство предметов люди забывают, что театр должен быть везде. Мы можем говорить о социальных проблемах, мы можем говорить о феминизме, о политике, о чем только хочем. И нам обязательно искусство и культура в этих всех процессах. Театр один из них, который очень визуальный, он прямо через слова, через подход, он представляет разные сюжеты, и, как говорил перед этим, инструкции даже, может быть, мы можем функционировать. То есть таким образом, вовлекая театральных специалистов, людей, занимающихся театром, в эту дискуссию, Яна таким образом реконструировала, возможно, опыт людей, реально столкнувшихся с проблемами триажа. Она столкнула это с вымышленным миром театра и дала возможность переоценить опыт реальности через опыт театрального искусства, через опыт перевоплощения. Лучше бы не мог бы сказать, чем вы сказали. Чем, ну, как бы пропустить через себя и попробовать ретранслировать это некоторым другим образом. Скажите, пожалуйста, сейчас ведь в Литве, например, в отличие от Латвии, которая закрыла до 15 ноября все массовые мероприятия, объявила комендантский час для жителей, не закрывая работу, переведя максимально все на удаленку, закрыв какие-то там места скопления людей. В Литве продолжается какая-то более-менее регулярная жизнь, спектакли играются, работы продолжаются, никаких каких-то сильных дискриминационных мер правительство сейчас не совершает. Да. Те процессы, которые происходят теперь в Латвии, они достаточно радикальны. У вас было ведь перед этим уже похожие комендантские часы, только теперь они поменялись. Тоже теперь все закрыты, разные как бы и музеи, театры, где, конечно, это достаточно, для людей, которые из культуры, это достаточно смешно. Ведь в музеях нет скопления людей таких, где как раз по одному гуляешь, смотришь, сам себя рефлектируешь. Это как-то странно. И, конечно, с точки культуры, нам как раз нужно больше инвестировать в культуру, и чтобы люди туда шли, когда мы закрываем эти возможности, как потом пригласить людей вернуться. Но, говоря о Литве, в Литве пока той дискриминации такой какой-то радикальной нет. Но, конечно, есть другие процессы, когда все равно сегментация людей, которые имеют вакцину, и те, которые не имеют, она достаточно велика. И, конечно, какие-то манифестации происходят. Люди достаточно недовольные. Но я бы это свел вместе с тоже перед этим сказанной темой. В предыдущий вопрос. В предыдущий, да. О коммуникации. Это мы забыли, как говорить между собою. И, конечно, все люди обговаривают разные процессы дома, с друзьями. Но мы не имеем достаточной информации. Политики, которые ответственны за процессы, должны больше коммуницировать. Да, но это как раз то, чем Яна, в общем, и занималась в прошлом году в этом проекте, когда она пыталась объяснить, в первую очередь, сама себе, как модератору всех этих встреч, о том, как общество реагирует на подобную сегрегацию. Ведь я так понимаю, что все представители и Германии, и Японии, и Франции, и Швеции, и Швейцарии, и Литвы, и Исландии, и Великобритании, и Америки, все в один голос говорили, что, конечно, триаж, как способ сортировки выбора людей, он очень четко показывает, что такие вещи, как расовая, гендерная, возрастная дискриминация, проявляются очевидным образом в эти моменты. И общество, прежде чем меняться, прежде чем задумываться о том, каким оно может быть в будущем, оно должно оценить ситуацию, в котором оно сейчас находится, и какие базовые принципы всплывают в экстремальных ситуациях у каждого конкретного отдельного человека, а значит, проявляют то, что заложено в обществе. Скажите, вот в вашей дискуссии в Литве какие темы больше всего звучали? Эти темы изучали, о которых вы говорите, но тогда, как еще тоже говорил, не было ясно, какие процессы пойдут дальше. Теперь уже мы знаем такую маленькую историю нескольких лет, куда идут процессы, и что было хорошо, что было, может быть, не так хорошо. И тоже те критические варианты, когда уже был пик, и когда уже в больницах не хватало мест, и когда уже отборка началась, и она уже была не в теории, а в практике. И теперь мы тоже видим, что происходит в Эстонии, в других странах, что уже эти пики, они выросли, и что-то нужно с этим делать. Так этот триаж уже в практическом, а не в теоретическом формате уже происходит, и теперь мы можем только анализировать, как мы можем реагировать на это. Мы до сих пор тоже видим реальность такую, что не во всех странах есть 50% людей, людей, которые вакцинированные. Некоторые люди боятся, некоторые люди имеют свои идеи, что это что-то плохое. Но вот этот разговор о вакцинации, о вирусе, о том, как мы можем, может быть, вернемся в ту же самую жизнь, он должен происходить. Он должен происходить на национальных платформах, на самых больших форматах, а не в маленьких разговорах политиков, или просто сидя дома, когда пьешь чай, и говорят со своей семьей. Нам нужно это тоже все перенести и в культуру. Но в культуре только правда та, что это появится натурально. Уже теперь можно видеть, сколько разных артистов это время короны, они перенесли свое искусство. Можно смотреть уже это в разных видео, тоже в театральных постановках, также и в визуальном искусстве. И мы это будем видеть еще больше. Ну, то есть мы еще, помимо того, что обсуждалось в прошлом году у Яны во всех этих дискуссиях, мы понимаем, что, например, из 2020 год он говорил о дискриминации, вот как я сказала, по расовому, гендерному, возрастному признаку, признаку каких-то заболеваний, которые присущи конкретному человеку. Он тоже подпадает сразу в дискриминационные группы. Но в этом году мы понимаем, что вакцинация стала тоже одним из тех критериев, которые разделяет общество, которые делают сепаратные группы, которые дают приоритет одной группе в ущерб другой группе. И это, в общем, вызывает, конечно, сильное напряжение внутри общества. Я знаю, что в Литве действительно были манифестации летом и в сентябре. И, в общем, правительствам приходится с этим сталкиваться. И, как вы говорите правильно, не хватает платформ для обсуждения этих проблем. Интернет, которым мы сейчас пользуемся, мне кажется, он дает, с одной стороны, право, например, узнать об этом, ну, предположим, даже через этот проект Янный Рос, послушать разных людей о том, как это происходило и как это обсуждалось в прошлом году. А с другой стороны, конечно же, большинство людей не будут заходить на сайт Шаушпильхауса в Сюрихе для того, чтобы услышать мнение компетентных людей. Большинство людей находит то, что им рассказывают внятным, понятным, очень простым языком. И это не всегда будет какие-то разумные доводы. Именно. А вы же работаете еще на литовском радио или телевидении? Да. Работаю в литовском национальном радиотелевидении в телевидении культуры. Да. И вот скажите, а как, например, вот такие вот платформы, признанные, публичные платформы реагируют на сегодняшнюю ситуацию? Они ищут какие-то возможности общения с обществом? Коммуникации? То, что делает ваш радио, то, что делаете вы, Евгения, это, наверное, то, что делаю с какой-то стороны и я. Это искать разные форматы и подходы, как коммуницировать, то, что другие группы, может быть, не коммуницируют. Конечно, что радио, телевидение, они помогают людям, нужно быть честным, что сколько людей слушают радио или сколько людей смотрят телевидение в наши в эти дни, наверное, чуть больше по вечерам и, наверное, чуть меньше по утрам. И почему? Потому что люди работают, люди не имеют времени за ним, ну, знаешь, слушать что-то другое. им нужно делать с работой. Мы живем в капиталистической жизни, где все о деньгах, все о каким-то ценностях, ну, как-то, материи какой-то. И мы все как-то туда заброшены, чтобы только продуктивным быть, иметь лидерство, это похоже. так многие люди не слушают радио и не смотрят телевидение, а тогда еще вопрос, сколько слушают или смотрят то, что о культуре. Это еще меньше. И, конечно, с моей точки зрения и с моей работы в телевидении, так, вместе с журналистами мы пробуем как-то найти подход, как говорить о темах, которые важны, через более понимаемый, с понимаемой точкой зрения и без дискриминации. Потому что дискриминации у нас уже слишком много, сегрегаций слишком много. Ее все время было, но ее было с других точек зрения, когда меньше зарабатывающий человек versus тот, который, словарь, зарабатывает больше, какие-то другие меньшинства, тоже этнические группы. И эта дискриминация, она все время происходила, только теперь она переросла и, не знаю, утроилась, наверное, три раза больше, когда это не только уже твой идентитет или ситуация, в которой ты живешь, но тоже и глобальный вирус. Я, может быть, хочу еще одну такую идею сказать. Недавно читал статью одного американского профессора, где он анализировал социальные конструкты, которые теперь происходят в час вируса. Он высказал одну очень интересную идею, о которой я как-то никогда даже не думал. Теперь мы имеем вакцины, и World Health Organization, мировая организация здравоохранения. Говорит о том, что дискриминация происходит между Европой и Азией. Между разными странами еще, конечно. Более успешными и менее успешными. Это действительно так и есть. Вакцины уже имеем. Есть возможность их для стран купить. и этот социолог говорит о том, что если это такая большая проблема и дискриминация во всем глобальном мире, и мы уже имеем формулу этой вакцины, почему эти большие корпорации не отдадут свои rights, свои права, рецепты и все остальное всему миру. Всему миру. Могла бы сделать свою вакцину. И тогда эта вакцинация произошла. И я принял очень индивидуально с той перспективы капиталической критики, что эта вакцина, мы уже ее имеем, проблемы до сих пор происходят. И какое-то время мы все переболеем ковидом, или нам нужно будет сделать вакцину. Но чтобы это произошло быстрее, это должны опять те самые головы политики или те самые главные люди как-то перенести эту информацию в более понимаемые на сегодняшний день и более как бы совершенствуемые недискриминационные способы общения. то есть как я понимаю например если бы сейчас корпорация сказала что она исключает вопрос капитализации собственной капитализации на вирусе это то о чем в общем в обществе я немножко повторила свое слово то о чем что обсуждается во всем мире в разных системах что это битва вакцин это битва собственно говоря денег кто будет иметь деньги за это как бы перепродажи выделение грантов на приобретение вакцин обеспечение финансами бюджетами и всего остального оно как раз и говорит о том что мир до сих пор не может избавиться от этой зависимости именно то что вы сказали то что было сформулировано как я понимаю этим американским социологам если бы корпорации сказали вот вам пожалуйста вакцины вот вам их рецепты делайте их сами в своих странах мы отдаем это в свободное обращение по миру это было бы актом совершенно какого-то перехода наверное человечества на новую ступень взаимоотношений абсолютно это была бы абсолютная солидарность со всеми людьми и со всеми миллионами людей которые теперь мы имеем в Европе много ситуаций где вакцины есть но люди не хочут вакцинироваться не доверяют не доверяют а есть в других странах где они просто ну не имеют возможности не имеют возможности да именно спасибо это дискриминация с точки зрения как раз социального статуса и людей из страны именно я хотела бы сейчас это очень интересная тема но я хотела бы сейчас знаете к чему вернуться вот то что вы сказали что про музеи помните мы говорили потому что буквально вчера или позавчера не помню в фейсбуке мои знакомые из Москвы написали о том что у нас сейчас очень что у нас сейчас очень интересные каникулы объявили алкогольные магазины закрывают а театры и музеи продолжают работать в России так ну в России вот в Москве в Петербурге такой принцип нынешних вот этих вот коротких каникул ну которые не называются локдаунами но при этом существует ограничение и пошла очень такая веселая дискуссия ну понятно что это была дискуссия моих знакомых в общем людей которые занимаются театром искусством и близким к этим какими-то активностями я написала что это вообще прекрасная стратегическая теория на мой взгляд если государство в какой-то момент действительно поймет что если людям нечего выпить они в общем для них альтернатива это пойти на выставку или в музей ну чем им заняться вечером предположим ну музей и выставки пожалуйста открытые вы хотите развлечений велкам таким образом общество может еще и поменяться в другую сторону в какой-то степени понятно что не на 100% но это какой-то новый стимул абсолютно к саморазвитию и мне показалось это очень забавная история и мне было бы например очень интересно если были проведены какие-то социальные исследования на то что действительно в Санкт-Петербурге в Москве случилось за эти короткие каникулы конца октября начало ноября и насколько увеличились походы публики в музеи за это время и ну как вообще это все повлияло на изменения в обществе мне кажется это очень хорошая тенденция могла бы вот это можно будет увидеть наверное когда пройдет эти короткие каникулы или правда что-то поменялось со стороны Литвы и с этих предметов которые были когда был локдаун когда было все закрыто и с тем временем когда все открылось это было очень ясно можно было увидеть что люди начали бояться идти в театр потому что там скопление людей люди меньше начали ходить в галереи и в музеи потому что опять же начали спрашивать или там хорошо все дезинфицируют и там похоже и такая правда что культуру опять же как говорил культуру нам нужно все время растить это те люди которые интеллектуальные и те которые любят искусство они и так пойдут в это искусство а те которые никогда не шли а может быть или раз-два шли им стимула и какой-то аспирации для себя самого найти культуру заново ее будет еще меньше и опять же вернусь к политике в Латвии для культуры дают чуть-чуть больше денег чем в Литве и это сразу можно видеть когда приезжаешь в Ригу или когда едешь в Дополис или когда едешь в другие города в Латвии то культура у вас поинституцион институционально она работает чуть-чуть лучше чем в Литве я бы так сказал и теперь в это время карантина для культуры еще меньше денег потому что есть другие приоритеты где нужно которые теперь намного важнее так еще эта другая дискриминация которую потом мы только почувствуем через 2-3-4 года когда культура поймет что те же самые люди которые работают в культуре перейдут в другие секторы и той культуры нам нужно будет еще нам будет еще тяжелее ее вернуть назад восстановить да конечно это будет периодом потерь потому что это вынужденное простой вынужденное отсутствие возможности работать и отсоединение публики потому что на самом деле мне кажется это очень серьезная проблема которая недооценена потому что публика накапливает потенциал и развивается только когда она регулярно входит в театр в музей и так далее это только регулярные процессы из-за дни в день из-за дни в день накапливание аудитории расширение аудитории работы с аудиторией поиска новых людей привлечения новых людей как только мы этот процесс останавливаем мы сразу теряем половину тех кого мы привлекли это дело привычки это дело дело как бы сказать если человек пошел один раз театр не значит он пойдет туда еще раз его надо опять туда привезти потом еще снова привезти и только на третий-четвертый раз он начинает привыкать к этому времяпровождению к этому развлечению как способ действительно проведения времени и самопознания и это становится необходимой частью жизни но это должна быть регулярная работа над собой очень легко делать примитивные вещи и потреблять примитивные вещи на любое познание человеку нужно затрачивать собственные ресурсы и познание искусства и культуры это всегда процесс затратный это затратный процесс не только в смысле денег но и в смысле личных человеческих душевных эмоциональных ресурсов и когда человек теряет отвыкает этим заниматься его потом очень трудно опять привлечь туда ну и опять мы если мы скажем про дискриминацию которую сейчас например очень серьезно обсуждают в Эстонии если мы можем тоже это привлечь в Эстонии до последнего времени существовало два режима присутствия в общественном пространстве и они были равноценны это режим сертификации по вакцинации и второй режим это был режим предоставления справок о тестах и были использованы и быстрые тесты и любые тесты и театры были открыты для всех кто приходил а сейчас это переведено все в зеленую зону так называемую так которая уже давно в Литве и в Латвии и в Эстонии в этом отношении идут серьезные обсуждения тоже что это тоже дискриминация аудитории по этому признаку ну это все очень серьезные вопросы которые вдруг стали перед нами как представителями человечества и перед представителями культуры у нас заканчивается с вами время Денис мне было очень интересно с вами поговорить я хочу отправить наших слушателей на сайт Цуревского Шаушбельхауса где можно ну там на немецком и на английском языке есть с переводом где можно послушать эти обсуждения прошлого года вот я уже сказала больше шести раз, два, три, четыре, пять шесть, семь, восемь девять обсуждений было на эту тему с разным опытом разных стран и мне кажется это очень интересно и Денис я очень надеюсь с вами увидеться в Вильнюсе и поговорить может быть еще о чем-то спасибо вам большое за участие Евгения спасибо большое за приглашение и надеюсь что да чем больше людей увидят то что Яна сделала Шаушбельхаус Тюрих и можно будет послышать и услышать какие-то идеи или обдумывания в ситуации в которой мы теперь есть в которой мы теперь ну и мне кажется что это будет еще процесс познания обсуждения и рефлексии на эти темы и он еще нас ждет впереди и мы еще сами не знаем что будет в следующем году но очень надеемся что мы в Латвии вернемся все-таки какой-то адекватной культурной жизни и я очень желаю и Литве и Эстонии и очень желаю Латвии ну как бы восстановлению культурного пространства в полном ее функционировании спасибо большое Денис спасибо спасибо была программа без антрактов на радио болтком и мы говорили с литовским артистом активистом и телевизионным и радиоведущим Денисом Коломыцким о том как что был за опыт прошлого года дискуссионный публичный опыт обсуждения вопросов сортировки дискриминации по медицинским правилам и как это отражается на развитии общества и культуры спасибо и слушайте радио болтком